Пусть Господь благодатью Своей просвещает смиренных людей. И отцовской рукой нам дарует покой, Боги радости, мир и любовь. И отцовской рукой нам дарует покой, Боги радости, мир и любовь. Наша сила и правда ищи, Пусть Господь нас ведет и хранит. И в избытке дарит нам отцовской рукой, И надежду, и мир, и покой. Боже, Ты всех нас благослови, Благодарь Твою дивно яви. Свою руку просты, Счастье мир подари, К новой жизни сердца поживи. Свою руку просты, Счастье мир подари, К новой жизни сердца поживи. Бог дарует нам сегодня возможность, хотя по домам сегодня мы немножко не так, так как в четверг перед Пасхой собирались, немножко дали больше времени. В 11 часов группка соберется у Олимпия, потом в 12 часов, ну не Светы, а у Наташи. И в 4 часа на той стороне, поэтому сегодня мы никуда не спешим, сегодня мы будем размышлять о Слове Господнем, да, как Иоанн, начиная свое Евангелие писать, удивительно, не так, как другие евангелисты, но он пишет так, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот Иоанн удивительным образом говорит о Иисусе Христе. Он говорит, что вначале было Слово. А мы читаем в Священном Писании о том, что написано «сотворим», даже когда мы читаем о сотворении человека, да, сотворим в множественном числе. И Слово Господне говорит, что Бог сотворил все видение видимое Словом. Не какой-то силой, которую часто приходится предлагать для того, чтобы скопать огород, посадить дерево, а он употребляет то, что происходило на самом деле. Бог сотворил все Словом. Что Слово было у Бога, и Слово было Бог. Когда мы говорим о творении, размышляем вот о нас. Сегодня мы живем такое непонятное время, когда нагитается обстановка, когда мы не можем собираться в доме молитвы, когда люди живут под каким-то страхом, и этот страх нагнетается. Мы понимаем, что с одной стороны, говорят, что это для нашего блага, для нашей безопасности. С другой стороны, мы понимаем, что это делается с какой-то определенной целью. Людьми гораздо проще управлять, когда они боятся. Может быть, с этой стороны происходит эта ситуация. Мы не знаем, но пройдет время, мы узнаем. Потому что Слово Господне говорит, что нет ничего тайного, что не было бы открыто. И вот Иоанн говорит о удивительном, о том, что Слово было у Бога, и Слово было Богом. Когда мы говорим о творении человека, да вот, сотворил Бог Адама сначала, потом Еву. И вот все то, что говорил Адам, он учился у Бога, у своего Творца. Бог объяснял ему значение деревьев, он объяснял ему значение всего того, для чего сотворен человек. И только потом, когда Сатана приступил к Еве, он поставил под сомнение Слово Бога. Ну вот Иоанн пишет, что оно было в начале у Бога. И вот все то, что... Это сегодня мы пользуемся огромным словарным запасом и говорим обо всем том, что и нужно было бы говорить, и не нужно было бы говорить. Но вот все то, что впитал Адам, было сказано исключительно Богом. И это Слово было Слово Жизни. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. Вот все то, что преподал Бог Адаму своему творению исходила от Бога. Оно предназначено было для того, чтобы оно несло жизнь. И впоследствии, только когда после грехопадения мы видим, что поставлено было под сомнение Слово Бога, и опять же неправдой, которая исходила от врага душ человеческий, который приступил к Еве, поставлено под сомнение Слово Бога, который сказал, а истинно ли сказал Бог? И вот до сих пор, даже Пилат, когда мы читаем о том, как привели Иисуса Христа к Пилату, он задался одной целью. А что есть истина? Даже правитель и тот часто не может понять, в чем находится истина, как поступить в той или иной ситуации. И вот Слово Господне говорит нам, что вот та жизнь, которая дана была Богом, Богом, человеку, всему тому, что окружает нас, чем мы сегодня наслаждаемся, цветут сады, позеленили деревья, хотя сейчас, когда говорят о коронавирусе, о смертях, о том, что мы должны сидеть дома, еще и проскакивают информации о том, что будут еще больше бурь, разрушений и будет голод. Опять же, с одной целью, как можно больше, чтобы люди боялись. Когда мы говорим о том, что было открыто Иоанну, и вот он говорит о Боге, об Иисусе Христе, о том, что он был жизнью, и что эта жизнь была светом человека. Сегодня мы, когда говорим о настоящем времени, о коронавирусе, понимаем, что мы не боимся этого. Мы не боимся, потому что мы имеем что-то. то, что не имеют другие люди. И вот это что-то Иоанн в первой же главе здесь пишет так. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Он говорит о тех, которые приняли Иисуса Христа, которые приняли вот эту жизнь, поверили. Он говорит, что Он дал власть быть детьми Божьими. Мы дети Божьи, мы понимаем, что без воли Бога не может ничего произойти. Даже тогда, когда Иисуса Христа пришли брать Гефсимании, те, которые пришли, когда Он сказал, кого вы ищете? Иисус, Он говорит, вот я, и они пали на землю. Они не могли ни то что смотреть, они не могли взять Его, ничего не могли сделать. Но потом Христос говорит, что пришло другое время и власть тьмы. Он сказал, что ваше время и власть тьмы. То есть, это все в руках Божьих, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Каждый из нас пережил вот это рождение, когда встретился с Иисусом Христом, когда осознал свои грехи, когда принял его в свое сердце, тогда, когда стал Детем Божьим, было удалено, вот этот страх был удален, который сегодня нагнетается в этом мире. Когда мы читаем слова Иоанна, которые он цитирует, что говорил Иисус Христос, это пятая глава Евангелия Иоанна, 24 стих и ниже, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий у пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Такие вот слова, которые говорил Иисус Христос народу, удивительные слова, и мы часто забываем значение того, что совершил для нас Иисус Христос. Мы отпраздновали Пасху, мы говорили о воскресении Иисуса Христа, мы говорили о победе жизни над смертью. И вот сам Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое». Да и сегодня мы пришли, чтобы прежде всего слушать слово, вот то слово, о котором говорит Иоанн, что оно было сначала у Бога, оно было Бог, и вот теперь он говорит, что это слово, которое мы слышим, слово Божье, оно изменяет нас, изменяет наши мысли, наши чувства, наше желание, наше стремление. И сам Иисус Христос говорит, «Имеет жизнь вечную, не будет иметь когда-то, но уже имеет, потому что мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, и мы слушаем слово Его, верующий, пославшего у меня, мы верим, что Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, в этот мир с определенной целью, чтобы Он взял грехи всех людей на Себя, как говорит пророк Исаия в 53 главе, и пригвоздил ко Кресту. Он умер за грехи наши, и мы верим в это, и Иисус Христос говорил народу, «Имеет жизнь вечную, и на судне приходит, но перешел от смерти в жизнь». Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия, и слышав, оживут. И мы, когда говорим о Пасхе, о воскресении Иисуса Христа, апостол Павел, говоря о воскресении Иисуса Христа, он перечисляет вот тех людей, которым являлся Иисус Христос по Своем воскресении, чтобы они могли увидеть воочию, что действительно это победа жизни над смертью, что для Иисуса Христа нет преграды, потому что Он есть жизнь. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Вот это сила, которая исходила от Бога. И мы понимаем, когда сейчас, вот такое время, когда выходим на огород, что-то садим, да, какие-то сорняки убираем. И каждый год, когда приходит это время, и происходит вот этот процесс, то ли мы картошечку садим, то ли семена какие-то садим, которые вырастают и дают жизнь, мы даже не задумываемся о том, что мы вот садим вот тот смысл жизни, который Бог заложил в это семя. И вот Иисус Христос говорит, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе. Да, сколько бы мы не ходили, вот сколько дней из Галии на огороде, воюем с травичкой, которая покрывает все это вокруг, и понимаем, что вот это жизнь, которую Бог вложил. Да, нам бы не хотелось, чтобы столько употреблять усилия для того, чтобы уничтожить то, что нам не нужно. А нам бы хотелось, чтобы произрастало то, что мы хотели бы. Но, наверное, Бог усмотрел это, и когда Он выносил приговор Адаму, когда изгонял из Эдемского сада, Он сказал о том, что в поте лица твоего будешь есть хлеб свой, и что земля проклятая, и она произвести тебе терний и волчься. А Иисус Христос, когда в одной из притсов своих о почве и о семени, о плодородной почве, о разных видах почвы, говорил притчу народу, Он говорил о том, что каждый раз, когда мы выходим на огород, мы можем смотреть на себя. Что же Бог? Почему мы возмущаемся, когда земля произрастила какие-то плевелы, какую-то траву, с которой приходится постоянно бороться, мы не задумываемся о том, что происходит в наших сердцах. Мы не задумываемся о том, сколько нам нужно бороться с нашим характером, с нашими взглядами, с нашими намерениями, о том, что же хочет Господь видеть в нас, если мы являемся детьми Божьими. Истинно, истинно, говорю вам, слушающие слово мое и верующие пославшего меня, имеет жизнь вечную. Мы имеем это не благодаря нашим заслугам, а благодаря жертве нашего Господа Иисуса Христа. И вот этот смысл жизни, о котором говорит Иоанн. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий. Да, мы понимаем, что придет время, когда все мы кто-то умрет. Апостол Павел говорил о том, что он уже готов, понимая, что приходит время, его возраст, что приходит время, когда он отойдет путь всей земли, как в Священном Писании. Но он и понимал другое, что это есть не что иное, как переход. Переход с одной жизни в другую. И если эта жизнь кратковременная, скоротечная, полна переживаний, полна слез, горя, то жизнь вечная. Это совсем другое то, что говорит нам Слово Господне, открывает нам. И когда мы читаем о страданиях Иисуса Христа, когда читая и размышляя обо всем этом, прежде чем мы будем участвовать в заповеди, мы прочтем то, что происходило в тот вечер на Пасху. И об этих событиях самоподробно говорит Лука, который, читаем мы, что при тщательном исследовании, написал вот все то подробненько, что происходило. И не только о всех событиях, но сегодня мы будем читать о том, что происходило в горнице. Это 22 глава книги Евангелия от Луки, 14 стих и ниже. И когда настал час, он возлег и двенадцать апостолов с ним. И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания. Да, вот эта Пасха, которую совершали постоянно евреи, в том числе и тогда, когда пришел Иисус Христос на эту землю, совершалось это потому, что это было установление Господне совершать Пасху, чтобы они вспоминали о том, что они были рабами в Египте, что Господь чудным образом вывел их оттуда, и каждый еврей должен был передавать это Сыну своему. Когда они праздновали Пасху, дети задавали вопрос, что мы празднуем, для чего это, и каждый должен был объяснять то, какой смысл вложен в празднование этой Пасхи. И вот здесь Слово Господне и говорит нам. Иисус сам говорит, очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. накануне Пасхи, когда собрались в горнице, он конкретно говорит ученикам своим, очень желал я есть эту Пасху прежде моего страдания. Он понимал, что пришло это время, пришло время, когда он совершит то, для чего призвал его Отец Небесный, для чего послал в этот мир. Дальше он говорит, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. О чем говорит Иисус Христос? О том, что вот эта Пасха, которая совершалась из года в год, он уже не будет участвовать в ней до определенного времени, до того времени, когда она совершится, но уже не здесь на земле. А здесь сказано, пока она не совершится, в Царстве Божьем. И мы понимаем, что придет это время, когда мы встретимся с нашим Господом Иисусом Христом, и что же там будет? И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказав вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божьем. Только Лука точно и конкретно разделяет вот установление заповеди Иисусом Христом и празднование Ветхозаветной Пасхи. Другие евангелисты только говорят о том, что и когда они ели. Матфей так пишет, Марк так пишет, не концентрируя внимание на то, что это были два события в той горнице празднование Ветхозаветной Пасхи и установление новой заповеди. Лука в пречательном исследовании подробно пишет, что сначала было празднование Пасхи, и об этом вот мы прочли с вами, что они кушали хлеб, пили из чаши, и дальше мы читаем, ибо сказав вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. Он говорит, что вот это время пройдет, и потом, когда исполнится время, и когда настанет это Царствие Божие, то он будет вкушать эту Пасху. И взяв хлеб, и благодарил, преломил, и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Дальше он пишет о том, как устанавливал заповедь Господь. Потому что, наверное, из года в год происходило празднование Пасхи, все привыкли, но никто из учеников не задает вопрос, а что же происходит дальше. Ведь уже вкушался пасхальный Агнец, Христос сказал о том, что не будет совершаться, не будет пить, пока не будет совершаться Пасха там, на небесах, в Царстве Божьем. А дальше он опять берет хлеб. И вот здесь так и написано. И благодарил, преломил, подал им, говоря. Опять же, когда вот мы читаем, размышляем, обращаем внимание на то, что пасхальный Агнец скушался, да, был хлеб, они совершали эту Пасху, они радовались, они пили вино. И дальше Иисус Христос что делает? И взял хлеб и благодарил, преломил. Он преломляет предучениками хлеб. И никто не задает вопрос, а что происходит? Когда накануне страдания он говорил ученикам своим о том, что тело его будет ломим, будут страдания, о том, что они будут есть тело его, они говорили. Кто может слышать это? Что это может быть? И многие оставили его, потому что они не понимали, о чем говорил Иисус Христос, о каком теле. Но вот здесь уже на праздновании Пасхи они не задают этот вопрос. Но Иисус Христос берет хлеб, благодарит Бога. молится. И слово дальше Господь говорит преломил и подал им говоря. То есть преломил. Хлеб символизирующий тело Иисуса Христа. Он сам говорил я есть хлеб шедший с небес. И вот теперь он преломляет этот хлеб. Это свидетельствует о том, что будут страдания, будет тело Иисуса Христа ломимо. Дальше мы читаем и подал им говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Удивительные действия, удивительные слова, которые ученики Иисуса Христа уже воспринимают совсем иначе. Они не задают эти вопросы. Может быть где-то происходило то, чего мы вот в Евангелии от Иоанна накануне страданий очень много Иоанн посвящает внимание тому, что происходило накануне в Горнице, прежде чем совершалась Пасха. Очень много говорил Иисус Христос своим ученикам. Он молился за учеников, он рассказывал о смысле и приходя на эту землю. Он говорил о том, как им дальше поступать. И вот здесь Слово Господне говорит. Подал им, говоря, сие есть тело Мое, которое за вас предается. И никто уже не говорил о том, что это же хлеб, это не тело Твое. И никто не говорит, что кто может слышать эти слова. Сие творите в Мое воспоминание. Мы сегодня собрались тоже для того, чтобы вспоминать страдания нашего Господа Иисуса Христа. Хотя не в обычной обстановке, хотя многие делают это онлайн, хотя мы понимаем, что общение, которое мы стремимся иметь, быть вместе, чтобы вместе прославить имя Господне, чтобы вместе участвовать в заповеди Его, вместе размышлять о теле ломимом за нас. Это каждый раз напоминает нам о близком общении нашим с Господом через эти видимые знаки. Не случайно апостол Павел в 10 главе первого послания Коринфянам, когда ему было открыто о том, как это совершать, потому что он не видел, как совершалась Пасха и установление заповеди в горнице, где был Иисус Христос, но в Слове Господнем мы читаем, апостол Павел пишет о чем-то удивительном, особенном и о 10 главе мы читаем написано так, Павел пишет первое послание Коринфянам, 16 стих, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Вот Иисус Христос и говорит о том, что это тело его. Оно символизирует хлеб преломленный, говорит о страданиях Иисуса Христа и о том, что они должны совершать постоянно. Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается. Кровь Иисуса Христа пролита на Голгофском кресте. Слово Господне говорит нам о том, что устанавливая эту заповедь, Иисус Христос сказал, когда будет, творите сие мое воспоминание. И сегодня мы собрались и размышляем о теле Иисуса Христа ломимом за нас. Ломимом за нас, потому что мы искуплены дорогой ценой. Апостол Павел, когда мы читаем его размышления над смыслом страданий Иисуса Христа и смыслом и значений страданий Иисуса Христа и его воскресенье в 15 главе первого послания Коринфянам, Он пишет так, напоминаю вам братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором и утвердились. И мы вот читая, размышляя, понимаем, что да, вот это Евангелие, которое мы читаем, которое имеет значение в нашей жизни очень важное, потому что мы утверждаемся, как пишет апостол Павел, что Евангелие, которое он проповедовал, оно имеет определенную силу. Прежде всего мы приняли его и дальше утвердились. Утвердились до той степени, когда поверили, что Иисус Христос есть наш Спаситель, что Он не просто наш Спаситель, а что Он умер за грехи мои, и что Он воскрес для моего оправдания. И вот он пишет, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь, если преподаны и удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Вот почему мы собираемся, кто-то собирается раз в месяц, кто-то собирается каждое воскресенье и участвует в преломлении, но это говорит о том, что мы вспоминаем страдания нашего Господа Иисуса Христа. Мы общаясь и говоря об этом, мы утверждаемся, которым и спасаетесь, если преподанные удерживаете так. Апостол Павел говорит о том, что каждый человек свободен как-то размышлять, анализировать все то, что он читает в Священном Писании и как поступает в этом мире. Каждый Слово Господне говорит нам, преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Мы с печалью смотрим на тех людей, которые принимали Иисуса Христа в свое сердце, но пришло время и что-то произошло. Они не смогли устоять вот в этой борьбе, они не смогли утверждаться и как апостол Павел пишет удерживали вот себя в том, что Господь дал нам. Дал даром, дал по вере, дал благодаря тому, что Он проявил любовь к каждому из нас. Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял то, что есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Вот для Павла важно было, который гнал Церковь Божию, который научен был всем законам еврейским, и когда Господь остановил его, когда Он шел в Дамаск, чтобы гнать Церковь Божию, вот об этом Он пишет. Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял то, что есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. И дальше Слово Господне говорит, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему изверку. Он понимал, что определенный отрезочек его жизни он не посвятил Господу. Он был так научен, он не встретился с Господом, он был только научен. Но когда Господь остановил его, явился ему, Слава Господне говорит, он и передает вот эти свои переживания другим, о том, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Для каждого еврея это было непонятно. Непонятно то, что как это может быть. Ведь они понимали, что грех прощался тогда, когда они брали какое-то животное, приносили к священнику, когда заколалось это животное, из-за них проливалась кровь. Все, это было прощение грехов. Но вот апостолу Павлу трудно было, как и евреям, понять смысл и значение жертвы Иисуса Христа. И вот он говорит, что это было сделано по Писанию. Христос умер за грехи наши по Писанию. Он говорит о себе, он говорит обо всех людях. И что он погребен был, и что воскрес третий день опять же по Писанию. И что явился Киффе, потом двенадцать, потом пишет о себе, как никому изверху, что он научен был неправильным. Но пришло время, когда Господь остановил его. И он теперь пишет «Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». Он понимает, что на него Бог возложил очень большую обязанность и ответственность. Он послан был для того, чтобы свидетельствовать язычникам. И он понимает, что Бог причислил его к апостолам. Хотя он понимает, что апостол, то есть посланник, тот, кто послан Богом, и он понимает, что Бог избрал его, послал, но он понимает то, что происходило до того, как встретился с Иисусом Христом, что он гнал церковь Божию, знал тех, которые уверовали в Иисуса Христа. «Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его мне не было тщетно, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». И вот благодаря, когда мы вдумаемся в это выражение «благодать Божия», да даже то, что он гнал церковь Божию, он осуждает себя, признает этот грех, но он понимает, что Бог простил все. Бог простил все согрешения. Многие люди и сегодня оказываются в трудных обстоятельствах, потому что в раду человеческой постоянно хочет поставить под сомнение искупительную жертву Иисуса Христа. И напоминает, приходит и напоминает о том, что а что-то может быть непрощенное, а что-то может быть осталось. Апостол Павел говорит о том, что да, вот это сознание того, что он не достоин быть апостолом, оно присутствует. Но он еще и пишет, но благодатью Божию есть то, что есть. По благодати, не по заслугам, но по благодати Божией, благодаря любви Божией. И сегодня мы вот подходим к той заповеди, которой будем участвовать, размышляя о смысле страданий Иисуса Христа. Да, сегодня мы не боимся смерти, сегодня мы не боимся, что что-то произойдет с нами. Мы понимаем, что без воли Божьей ничего не может произойти. Слово Господне говорит нам о том, что и волосы на голове нашей сочтены. Господь позаботился о том, чтобы через Священное Писание, которое мы читаем, и о котором мы говорим, что то, что написано блаженные невидевшие и уверовавшие, мы относимся более к тем людям, которые блаженны, счастливы, потому что мы не были в числе двенадцати апостолов, мы не были в числе семидесяти учеников, не были в числе тех, которые видели Иисуса Христа, но мы уверовали. Иисус Христос сам говорил о том, что верующий в меня имеет жизнь вечную. Мы не должны никогда забывать об этом, что эта жизнь скоротечная, которой мы так цепляемся, которую так ценим, это есть ничто, это миг проходящий. Все остальное заключается в том, что говорит Священное Писание нам, жизнь вечная. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Когда мы встречаем людей, которые ходят по домам и говорят о Боге и умоляют значение жертвы Иисуса Христа, Слово Господне говорит нам о том, что если мы, познавшие Иисуса Христа, принявшие ее в своем сердце, и только в этой жизни, в теперешней скоротечной жизни надеемся на Христа, то, увы, мы несчастнее всех человеков. Почему? Потому что Бог уготовил гораздо большее. Христос, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Для того, чтобы мы понимали, что если закончится сегодня наша жизнь, то это не что иное, как переход к Господу. Мы встретимся с нашим Господом Иисусом Христом. И вот это торжество жизни над смертью и передает апостол Павел. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как смерть через Адама, который создан был, чтобы жить тому грехопадению, которое совершено было, жизнь укорачивалась постоянно людей. Но и сегодня, когда мы говорим о человеке, который дожил до 80-ти, до 90-та лет, мы говорим, что большая крепость, как говорит Священное Писание. Многие умирают сегодня гораздо раньше. И вот то, что нам показывают сегодня, говорят о том, что бойтесь, что вы можете умереть. Да, мы можем умереть. Мы знаем, не просто знаем, что мы можем умереть, а мы знаем, что мы умрем. И апостол Павел об этом пишет, что да, действительно, вот торжество жизни над смертью, и как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовый в происшествии Его. Опять же, мы говорим, что смерть это не какой-то хаос. Нет, это определенный порядок, установленный Господом. Потому что, если человек понимает, что он не будет жить вечно, а, как говорят, бери от жизни все, что можешь, потому что дальше ты ничего не сможешь делать, то здесь мы читаем вот эти удивительные слова. Так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос. И каждый раз, когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, когда приветствуем друг друга, мы говорим о торжестве жизни над смертью, о том, что мы не боимся смерти, потому что Иисус Христос первенец из мертвых. И в этом определенном порядке, установленном Богом, мы читаем каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовый в пришествии Его. И дальше апостол Павел размышляет о том, что мы мертвые, мы живые, не предупредим умерших. То есть мертвые воскреснут прежде, когда придет Иисус Христос. А потом уже мы предстанем, изменимся и предстанем пред Господом. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему принадлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Когда мы читаем, размышляем вот об этих событиях, о которых говорит апостол Павел, о том, что у Бога все движется в законном, в особенном порядке, установленном им, в том числе и жизнь каждого человека. Она подчинена определенным порядкам и условиям. И здесь Слово Господне нам и открывает, что вот этот враг, которого показывают сейчас и говорят, что бойтесь, идите дома, чтобы не умереть, Слово Господне говорит, что придет время, когда этот враг будет истреблен. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Все это в планах Божьих, все это в руке Божьей. И мы, как люди верующие, должны понимать, что наша жизнь сокрыта в нем. И когда мы читаем и размышляем, когда приходим, особенно, когда, чтобы участвовать в этой заповеди, мы должны понимать, что мы дети Божьи, искуплены дорогой ценой, с определенной целью. И наша жизнь здесь не что иное, как ожидание встречи с нашим Господом Иисусом Христом. И как бы нам не было здесь плохо, когда мы много говорим о том, что трудно, иногда не хватает средств, да, но Слово Господне, когда мы читаем последняя книга Откровения, 22 глава, мы читаем так, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще, сегряду скоро и возмездится мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Да, вот удивительные слова, которые мы читаем, вот это время, когда мы думаем, что, ну, что-то не так происходит в этом мире, что вот мы что-то бы сделали иначе, что вот где-то люди какие-то делают что-то не так. Слово Господне говорит, что все идет в своем порядке, с определенной целью. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть сквернится, хотя мы призваны к тому, чтобы говорить людям о Господе, говорить о жизни вечной, говорить о том, что не все заключается вот в этой повседневной жизни, и несчастье в том, что мы приобретаем, а счастье в том, что приготовил нам Господь. Поэтому и для нас написано, праведный дотворит правду еще, и святой досвещается еще. И сегодня мы будем участвовать в этой заповеди, но прежде мы слоним наши колени, помолимся. дотворит. Спасибо за субтитры Алексею